Всем привет! С вами снова Придонка. Вот приехал на своей коробчонке в Энергию получать цилиндр от Сереги. Вот из Владимира. Сейчас пойдем посмотрим что там приехало. Так получил горшок. Сейчас краткая предыстория чтобы было понятно что к чему. Серега Будилин короче мне говорит что типа у него есть где-то намутил цилиндр номинальный с маленькой выработкой. Вот и типа там туда-сюда под росточку там какой-то. Большая выработка. Она говорит небольшая. Вот. А у меня просто много поршней и колец номинальных. Вот их девать некуда. Вот один из них это 76. Но мы уже договорились что будем точить под поршни приколиста. То есть я сделаю поршень под него и будем там разбираться. И сейчас я покажу что внутри. Саму распаковку показывать не буду. Ну вам уж мельком. Вот. Ну все как я запаковывал так и приехал назад. Сейчас покажу что и как. Ну собственно вот цилиндр на столе. У меня сейчас вот сгрел сепаратор верхний. И это самое кроштение переднего крепления. Это на К16 лежа. Вот такая штука. Сам цилиндр он вроде как с маленькой выработкой. Но видно что не особо много. Но сейчас возьмем у нас есть вот приблуданный промер. Сейчас мы им почухаем сколько чего. Сейчас мы еще и дело распакуем. Подготовим. Китайский доставать не будем. Точнее российский. Будем мерить китайским. Сейчас еще заряжу и покажу. Сразу не показал вот такую штуку я делал. То есть какой-то там пористая какая-то штука такая серьезная. Чтобы не отломило края гильзы я перевозил вот так. Ну точнее переправлял Сереге. И как раз в этой же упаковке. Говорю вези назад в этой же. То есть мы договорились. Там я ему чуть доплатил. Ну вообще уважение ему за то что он вообще молодец. Повелся. Взгрел меня кое-чем. Что там внутри. Сейчас будем вот эту штуку мерить. Так ну поехали. Мы уже поставил на ноль. Еще даже не мерил ничего. То есть все при вас. Если вы слышите мутюки значит что-то пошло не так. Ну ноль. Поехали вниз. Ну тоже мы увидим тут небольшое. Небольшая вырубочка есть. Но она вообще смешная. Еще раз на ноль. То есть вот то что вы сейчас видите да это часовой индикатор у него 100 делений. И вот поехали вниз. И вот отклонение тут на две сходки с копейками. Ну это мелочь вообще. Это даже чуть ниже вообще выработки нет. Сейчас мы поедем на перегородку внизу. Ну перегородка тоненькая ребят. Это вот видите там двойные десятки. Но это нормально. То есть а вот допустим 10 миллиметров от края нормальные две сходки. А то что перегородка вырабатывается. У того цилиндра вообще получилось короче говоря всего четыре с половиной десятки. То есть это много. С одной стороны не страшно. Но с другой стороны хорошего мало. Здесь одна десятка. То есть для цилиндра которая непонятно каких лет это нормально. То есть я честно ожидал большего. Так мы сейчас опять стоймнули. Поехали. Вниз шоркаемся. Ну в районе двух соток. Две 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 две. Так ладно. Причем посмотрим сейчас эллипс. Эллипс. Цилиндры есть или нет. То есть эллипс имеется две сотки. Но это мелочь. Даже нет. Нету никакого эллипса. Я там просто посмотрю где мерить. Нормально. То есть как Серега и говорил. Цилиндры практически без выработки. То есть то что тут есть это вообще мелочь. Это пыль для моряка. Сейчас если я найду. Я вам покажу на примере родных стандартных колец. Типа сколько и чего. И чтобы вы понимали почему я покупал этот цилиндр. У Сереги его покупал. То есть мы поменялись с моей доплатой грубо говоря. Спасибо что он повелся на это дело. Да что тут показывать. Короче говоря. Все нормально. Вот. Мне лень сейчас лазить. Шоркаться с этими кольцами. Туда сюда там. Мне вообще. Вы понимаете о чем речь. Сейчас. На улице сегодня было утром минус 6. Вот. И я как то приостыл. Не хочу лазить и лазить. Вот. То есть показал. Промерил. Все приехало. То есть все нормально. Но собственно показывать больше нечего. Я бы сейчас мог бы тут. Просто уже руки замерзают. Я еще в этих летних кроссовках. Купил себе найк. Такое для ходьбы. Вот. А в нем даже в теплом морске холодновато. Гараж под промерз. Дай бог. Остатки фанта уже стоят. Они у меня как типа прибор для Ну типа мороз был. Нет. То есть мороз есть. Нету. Ну пока оттаял. Сейчас на улице. Не знаю. Сколько тут. Сейчас мы глянем. Мороз. Сейчас 2 часа дня. Так. Сейчас. 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 Я вам сейчас покажу. Морозец. Вот сейчас вот. Орел минус 3. Так. И что я вам хотел еще сказать. Значит. Тут много всяких. Всяких. Измышлений по поводу ИШПС. Всяких муток. Непоняток. Так. Вот. Что я хотел сказать. Я уже много раз как-то тут. На эту тему. Тут даже доходило дело до споров. До каких-то бестолковых. Речь о том. Что какая допустим максимальная скорость указана. Указана в инструкции у ИШПС. Вот. Какая максимальная скорость. Сколько лошадиных сил. Какое опережение зажигания. Так вот. Чтобы исключить всякие там эти инсинуации какие-то непонятные. Скажу вот что. Инструкций разных много. Для мотоцикла ИШПС. И когда доходит дело до разговоров о том. Какие должны быть там опережения. Туда-сюда. Я видел разные. Значит. Прямо получается. От 3.2 до 3.5. Опережение зажигания. И до 3.2 до 3.8. Потом мощность двигателя. Значит. Более старая. Ну. Типа японцев. У них. Значит. Там 32 кобылы. Указано. Потом. Сколько мешать масла. Масла какого. Там. Туда-сюда тоже. Значит. Про карбюраторы. То есть. Люди запариваются. Заморачиваются. И говорят. Что. Там. Только МС-20. Ну. Вы представляете. Вот. Масштабы страны. Страна. Россия. Теперешняя. Это. Само собой. Это. Большая страна. А. В то время. В то время. Когда был СССР. А я. Родом оттуда парень. Вот. СССР. Имел тоже. Огромные просторы. И масло. Допустим. Тоже. МС-20. Найти была проблема. Хотя бы потому. Что. Не везде. Были. Ну. Были. Аэродромы. Или какие-то там. Дикие. Сельпо. Где применялось. Масло МС-20. А из-за этого. Пробовали. Масла МС-20 нет. Она. Там. Хотя. Указано. Там. Типа. Лить. Хотя. Кроме МС-20. Там. Еще. Всякие. Там. Там. Не знаю. Сколько. Там. Масел. Разных. Сейчас. Если найду. Я вам покажу. У меня. Там. Где-то. Есть. Я. Сфотографировал. Какие. Там. Масла. Вот. И. Кстати. По поводу. Упережения. Зажигания. Ну. Сейчас. Я. Смогу. Если. Показать. Ну. Не знаю. Получится. Или нет. Это. Опережение. Зажигания. Стоит. То есть. Тут. 3.5. 3.8. Так. Силовая передача. Это. Мощность. Мопеда. Самого. Указано. Так. Что. Еще. Так. Что. Еще. Ага. Сейчас. Мы посмотрим. Что здесь. Так. Максимальная скорость. Здесь. Указано. На этом. Параграфе. 135 км в час. Если. Кого-то. Интересует. Система. Смазки. Как. Заправляется. Как. Чего. Так. И. По поводу. Масел. Какие. Масла. Лились. Ну. Кому. Нужно. Остановите. Кадр. И. Вот. Допустим. Вот. У меня. Тут. Написано. Это. Семь. Седьмой. Год. Вот. Такой. Кабуратор. К-62. Указан. Это. Все. Остановите. Посмотрите. Если кому нужно. И. Мне. Очень понравилась. Картинка. Как. Был. Изображен. И. ШПС. На картинках. В инструкции. Он. Тут. Просто. Космический. Нереальный. Вообще. Неземной аппарат. Он. Просто. Красава. Так. Нашел. Один из старых поршней. На 7.6. Он. Даже. Видите. Даже. Немножко. Не лезет. То есть. Он. Это. Видимо. Не знаю. Может быть. Нестандартный. Может. Слегка. Увеличенный. Или. Группа. То есть. Видите. Он залез. Дальше. Не лезет. Хотя. В принципе. Сейчас. Его потереть. Пошеркать. Проскучит. То есть. По большому счету. Можно ставить. Подбирать. Кольца. Номинальные. Хотя. Их. Что. Подбирать. Подбор. Визы. Будет заключаться. В том. Что. Верстное. Кольцо. Стальное. Покрыто. По разным данным. То ли. Полистым. Хромом. То ли. Шаровидным. Графитом. Вот. Ну. И. Заряжать. Стоять. То есть. Он. Слегка. Пошерканный. Но. В принципе. Можно ставить. И. Накаячивать. Поэтому. По сути. Все нормально. Сергей. Спасибо. Короче. У меня. Все. Там стало. За замену. Ну. То есть. Мы. Поменялись. Тысячу рублей. То есть. За то. Что. Он. Вообще. Повелся. Менять. Я смотрю. Тут. Кто-то пилил. Увеличивал. Видимо. Эти самые. Окна. Подпиливал. Ну. Это. Ладно. Не важно. То есть. Сделал пошире. Якобы. Увеличивал. Ну. Кому-то. Делать было нечего. Чесались руки. Короче. Весь подбор. Будет заключаться. Значит. Найти. Отделить. Кольца. Стальные. Хромированные. Якобы. Или. Шаровидный. Графит. У пояса. Стояли кольца. Верхнее. Как я говорил. Два нижних. Чугунные. Кольца. Чугун. А верхнее. Стальное. Покрытое. Шаровидным. Графитом. Или. Хромом. Пористым. То. Что хром. Пористое. Это точно. Кстати говоря. Вот они. Кольца. Ну. Тут. Все. Три. Это. С. Мотокрыса. С моей. Такого. Размера. Номинальных. Колец. У меня. Фирменных. Нет. Здесь. Почти. Семьдесят семь. Без копеек. Размер. Здесь. Все. Чугунные. Кольца. Но. Это. Не страшно. Главное. Чтобы. Вы. Когда. Собираете. Чтобы. Вы. Смогли. Запилить. Все. Внутри. Кромки. Окон. Продувочных. Ухлопных. Чтобы. Кромки. Были. Запилены. Надфилем. Берете. Надфиль. Какой-нибудь. Ну. Тут. У меня. Пржавели. Бедные. Это. За зиму. Надфиля. Берете. Или. Какой-то. Бормашины. Надфилями. И. Спиливаете. Кромки. Причем. Довольно. Значительно. Потому. Что. Если. Этого. Делать. Не будете. У. Вас. Может. Случиться. Сталинград. Во-первых. Кольца. Звенят. При. Прохождении. Туда. Сюда. Вверх. Вниз. Они. Бьются. И. Сдают. Звуки. И. В какой-то момент. Их. Может. Сломать. И. Выплюнуть. Хорошо. Если. Выплюнуть. То. Кольца. Могут. Просто. Помереть. Молодыми. И. Там. Дело. Понаделась. С поршнем. Может. Порубить. Переломать. Перегородки. Кстати. Я. Не знаю. Это. Возможно. Не фирменный. Просто. Он. На. 7.6. Вот. Так. Вот. Выглядит. Поршня. Это. Т.М. Это. Картинговые. Поршни. Здесь. Вот. Хорошо. Видны. Вверху. Вот. Так. Вот. Детонация. Работает. Видите. По самой кромке. Вот. Здесь. Вот. Прям. По кромке. Видно. Как будто пескоструй. Это. Была. Детонация. Леня. Панфил. На них. Накорячивает. Это. Вот. Его. Я. Так. Понял. Леня. Панфила. Поршня. Он. Специально. Семен. Под разные. Трассы. Делает. Бедноватую. Смесь. Ну. Ее. Видимо. Слегка. Пережатая. И. Поэтому. Подбеднивает. То. Есть. Это. Вот. Фирменный. Поршень. Т.М. Там. Не знаю. Видно. Внутри. Не видно. Не видно. Видите. Да. Одно. Кольцо. Это. Картинг. Диаметр. Поршня. 54. По сути. Ну. Близких. Минску. Минску. По-моему. 52. Я уже точно не помню. Потому. Что. Я. Минском. В принципе. Не занимаюсь. И. Поэтому. Хотел. Показать. Как. Иногда. Пытаюсь. Пилить. Цилиндры. Вот. Этот. Сереги. Поршень. Цилиндр. Это. От. Андрея. Сварщика. Так. Вот. Вот. Это. Вахлопное окно. Точнее. Вахлопное. Это. Пролука. Смесь подачи. Вот. Мы видим. Да. Что. У. Окна. Все. Края. Окна. Округлые. Смотрим здесь. То есть. У кого-то чесались руки. Ну. Понимаете. Да. Везде округлые. Вот здесь. Вы видите. Да. Поменьше тут. Вообще. Хорошо видно. Сейчас. Да? Иными словами. Когда человеку делать нечего. Ну. Или коту. Там. Не знаю. Кому там. Он начинает лизать. Если так это можно сказать. Ну. Вы знаете. Что. Вот эти округлые штуки. Которые. Висят. мошонка это когда делать нечего или он думает что он великий тюнингер и начинает там что-то пилить там вот это вот бестолково я чтоб вы знали я как это уже говорил не раз высказывал что ребят прежде чем пилить вы возьмите хотя бы от пса хотя бы от обычного вот не не к 16 а вот обычный стандартный hps хотя бы возьмите все что он может и только после этого начинаете пилить а то я смотрю тут поголовно стоит но это вот скажем так вот то ли не умение настраивать то ли в руки чертся вставить на них на эти моторы лепестковые клапана на впуск или вот так вот показать то есть сюда прикорячивают лепестковые клапана кстати чтобы увидеть ну вот вы сейчас видите да окошки здесь такие а вот здесь фирменные вот такие то есть видите круглые округлые края а здесь острые ну ладно не о том короче начинает пилить что-то пытаются от них добиться но бывает такое что не могут настроить смесь и они начитаются во всякой литературе что лепестковый клапан помогает поднимать резкость мотора но на низах и что якобы лепестковый клапан поднимает мощность как как-то очень сильно прямо становится нереально неземной не знаю ребят я на всяких переездил с клапанами без там их перебирал всяких я правда на золотняке на поясе не ездил но вадим панин вадим если смотришь мне тебе придет я кстати недавно дали его телефон вадим панин делал еще чуть не 30 лет назад это 90 год у него были уже два мотора короче говоря золотниковая система впуска золотник стоял сбоку на двигателе и водяное охлаждение вот это кардинальное решение проблемы но для таких моторов это слишком кардинально вот для таких моторов для такого объема это еще ничего катит а для поясов это перебор так вот начинают пилить там делают что зря но делают из-за того что не могут настроить поэтому лепестковый клапан да помогает мотору снизу работать четче и еще то есть открытие газа отклик на газ лучше поэтому пилит но я противник всей этой истории мне ну как если на халяву там не дали уже готовую ладно чест не буду ездить если пилить самому во-первых лень во-вторых нужно купить клапан сидел настроить что там перепилить переделать а выигрыш ну всего-то ничего и вот андрей сварщик андрюх привет он подходит значит к форсировке ps вообще радикальным способом у него первые там просто там ну как будто мыши взбесились и погрызли там головку сыра изнутри там просто там караул а ну кто интересуется там короче говоря мог бы там найти пяток фотографий там ну просто дичь он там такого понаделал и действительно там мотоцикл получился монстрический бомбический вот и а второй он сделал мотоцикл попроще он практически стандартный к 16 только там на основе к тема гильза но уже без лепесткового клапана он там понамутил вроде уже ездил ну он сказал что нормально все я так понял немножко довести его до ума поездить сейчас зима холодно то есть вот такие подходы как у андрея сварщика я понимаю это нормально и причем тут уже скажем так он советовался с горским есть такой горский большой специалист по этому делу там много чего ему советовал давал и он там ну короче говоря все с понятиями потому что в 90-х годах когда их пилили специалисты так называемые если так можно назвать они делали что захочет левая задняя нога они значит руководствовались принципом надо увеличить оборотах а для объема 30 кубиков но какие чертовы обороты если него родные уже 6 700 по-моему за заряжены куда больше хоть для этого вот этого огрызка вот такого размера поршенья когда он такой маленький шоркается там 15000 крутится да или там 18000 ну картингового некоторых крутится а вот этому куда куда вот этому оковалку нахрен развалится вот и поэтому когда вот эти форсировки происходят я смотрю многие там эти варианты там такое творят просто дичь там что зря во все тяжкие и толку никакого есть до специалисты которые понимают что хотят но моё твердое убеждение что стандартный стандартный такой мотор в смысле стандартный цилиндр правильно собранный у него очень много всяких своих плюсов во первых это долговечность какая-то его не надо сильно крутить чтоб он ехал он и так ездит прекрасно на заднем колесе сам ездит в это уже я показывал там как он ездил и старческие вилле и не старческие всякие разные вот тому пример вот вся форсировка вот дырка здесь вот просверлена поршень напилен юбкой напильником потому что здесь выступала такая юбка такая прям в бок это поршень 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 ишь я смогу показать нет это ишь да это не фирмен это какой-то вот этот не знаю помоечный поршень кстати цилиндр для мото крыс я купил одного парня забыл как зовут он оплавился он горел в пожаре у нас тут в Орле есть улица улица Курская на Курской было мотосервис там сгорело много мотоциклов там даже сгорела техника хонда какая-то хонда спейси четырехтактная на которой делал самодельный клапан выпускной на этой хонде спейси может быть я путаю но по-моему в фильме терминатор в первой части вообще первой деваха ездила на скутере Линда Хамильтон но это актриса и вот по-моему такой был у него фара такая поднимается как у многих сейчас тойот фара такая лупатая становится фара такая выезжает короче вот этот мопед сгорел там в этом пожаре где горел этот цилиндр короче много наговорил надо закругляться и так уже понаплел сейчас большая проблема с пальцами чтобы допустим что-то куда-то ссувать надо пальцы иметь какие-то вот не знаю это что куда вот по сути вот видите вот все вот так вот должен пролезать палец вот так пусть вот так вот проскочит но не не забывать кувалды ну ладно это уже озвучивал говорил много раз вот бывает что попадаются китайские пальцы допустим но вот этот вот палец он сильно прослаблен это советский палец вот такое у него сечение советский палец у него внутри порядка 13 с половиной внутри и длина пальца получается 76 половиной это как очень практически практически как диаметр цилиндра вот палец стальной цементированный каленый как положено китайские могут сильно отличаться по обработке сверху то есть из-под очень шершавого камня и скажем так он по сути должен быть полированный по сути по своей а бывает вот китайские продаются у них отверстия меньше и термообработка никакая и что самое главное очень скажем так плохо будет поэтому пальцу ездить будет ролику потому что обработка плохая и не забывайте что еще раз говорю палец должен вращаться во время работы в поршне что есть должен свободно этот сильно прославлен вот то есть он свободно проскакивает это его использую как там не знаю что там примеривать сюда так что такие дела и напоследок я тут все уже говорю что собираюсь там по мотивам к 16 собирать себе погремуху у меня и ps для этого есть я все никак вот он не тут не не доведу до ума я поехал на поршни на поршни на на карбюратор его сантех он развалился у меня ехать перестал я на нем нормально хорошо выехал один раз а потом начал разбираться на ходу и вот и короче говоря я хочу сделать такой чтобы на дисковых тормозах чтобы можно было ездить на переднем на заднем колесе сейчас вам просто покажу какой у меня была мотокрыса первое вот вот это уже я считаю это мотокрыса 2 от нее поршень а сейчас покажу на фотках у меня был такой кандибобер я его называл кузинатора я на впервые покажу его мне в телефоне есть пару фоток может быть даже не одна и сейчас я просто светону как это выглядело и я на нем накорячивал ну реально там вот позволяли дисковые тормоза и на заднем ездил черти как и на переднем она он конечно страшный как я не знаю как жопа медвежья но ездил прелестно у нее кстати был поршень из двух не поршень шатун из двух половинок не было коленвала и я низ шатуна взяла от иш планета обычной планеты а вверх от пс приварил и прекрасно ездил сейчас я найду и продолжу ну конечно нашел какую-то солянку сборную вот и сейчас найду реально конкретно вот так у меня называлась она это кузинатор видите на баке написано кузинатора и следующая фотка вот так что поверну вот так то вот а вот чтобы вот такое чудовище это реально чудовище но внешний вид но обратите внимание на самодельный резонатор у него стоит мотоплат задние подвески удлиненные 511 то есть от чизета они длиннее чем стандартный ход больше вилка чизета 16 подрезана дисковые тормоза передок переднее колесо от себе один который сейчас у меня стоит здесь ну они мне вернулись карбюратор чизет нормальный ободушный фильтр ну вот такая каракатица я на нем штырил а заднее колесо от я вы или на на чизета от дорожного 350 которые два цилиндра алюминиевое колесо такие же тормоза и вот и на этой штуке накорячивал очень очень даже мой пацан я приезжал к нему деревню к сыну он на нем ездил деревня на этом вот на этой кузинаторе очень теплые у меня одни впечатления и и так и продал и кстати шатун там все-таки малец миша малец порвал ну порвал из-за того что мне сантьяга сказал что он мотор просто тупо переключил ну дико ездил как на 125 и порвался что самое интересное не по сварке а порвался рядом сантьяха сам видел саня смотришь тебя привет давно это уже было ну вот нечто подобное хочу собрать на к 16 мне интересует красота вообще никак мне по барабану лишь бы он исполнял ездил но нормально или практически как зря вот поэтому сейчас все вот это вот на столе вы видите все эти городухи все эти соберухи непонятные не могу пройти мимо вот этой каракатица это и шпс из галактики угольный мешок это я уже сделал снимок с экрана вот такая штука попала ко мне в руки это мне продал вот этот аппарат саня крот вот это каракатица это было вопрос она уникальная если кто-то это видео помнит но это просто дичи а когда я его там разбирал я просто выхлестывал у него короче говоря впереди здесь рама сдвоенная сделана то есть не одиночная как на пейс а сдвоенная моноподвеска такая дикая страшенную там за что ни возьмись все дичь воздухан был сделан из масляных этих фильтров масляные два штуки стояли были разведены по сторонам какая-то стояла немыслим пружину там чуть ли не не знаю чуть нет беллаза ну шучу конечно на на полке 21 что такое короче говоря сидуха шкурка вот эта еще где-то валяется от нее я вам не выкидал потому что вверху кожа с этими с насечками она приходится для того чтобы как образец еще прошивать ну тут за что ни возьмись вообще все дичь просто там караул пользуясь случаем хочу показать вам своего брата как брат мой там исполняет на телефоне покажу мельком вот такой у меня брат это сэм прошу любить и жаловать 47 лет пятийный стаж лет шестьдесят уже ну же если понесло мне показывать всякую дичь на телефоне так вот вот этот человек многим себе известен это ситковский вот я с ним могут в эти времена катался на мотоцикле то есть в одних заедах ездил вот то есть вот такой парень сейчас ему за 80 лет 83 или 84 года вот такой опасный мужчина он гонялся по 500 ездил временно и на ежи на все хватало ну и кто не знает чё и как я так и примерно выглядел это ходу на 92 первым это чиза 250 вот я на нем накорячил по городу ездил как зря резину стер какие-то советские мотоботы шведский уже продал вот так вот я выглядел ну а так я выгляжу сейчас потому что многие спросят как ты сейчас выглядишь это я и сейчас я покажу себя когда я служил российской армии советской сейчас цветону но я не могу это не показать короче я куда-то не спеша еду на переднем колесе куда-то там на хорнете еду так сейчас так это тут я куда-то езжу опять сзади кути и на переднем я не спеша раздаю так но это примерно тоже самое все кто-то там спалил выпалил так 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 я просто я ищу себе когда я служил в гестапо вот опять идут на шузепсе шузепс шузепс 250 мне туда еще были волосы тогда на то время еще свой мех на голове не сносил вот и что за как-то а вот я иду на пижо спитфайт вот какой-то тут сабанту и на площади там сзади на заднем плане этим моциклист стоят там туда-сюда да я хочу найти фотку где служил в советской армии я что-то никак я не найду и сейчас найду и вам покажу потому что тут она придется листать листать тут всякие тут непонятки черт возьми он уже взял видно не видно очень как-то все это как это отсвечивает не видно ни хрена нашел это я на службе вооруженных силах советского союза но вы так поняли что я шучу шучу конечно я так не выглядел это с помощью конвертера там что-то переделали я сам когда увидел фотку угорел но это одна из тех фоток вы поняли кто-то меня там подловил восемьдесят шестой год трасса в волхове этот составе мотоклуба янтарь и тут с каким-то ну не с какими-то я их знаю с девчонками из мотоклуба янтарь ну и напоследок тут фотка на какой-то хонде еду какая-то 250-ка с алюминиевой рамы куда-то там глаза вылупил ладно ребят я могу показать это вечно бесконечно давайте я заканчиваю загружаюсь уже кончается пленка в фильмоскопе просто мне тут я сказал уже хочу сделать по мотивам к 16 мотоцикл поэтому все эти поршни это собираю в кучу там туда-сюда для того чтобы что-то делать звонит бывшая жена всем пока были придонки берегите себя